А теперь я хочу вам рассказать, как вырождается семья, как вырождается род. Я вам как-то рассказывал про себя, что вот у деда, я когда был маленький, обнаружил у него на шее какой-то такой шрам непонятный. Сейчас я понимаю, что это был какой-то гноник очень большой. Вот этот гноник прорвался и изуродовал, потом зажил, без всяких этих, как-то он зажил. Изуродовал его вновь в шее. Ну так особо не видно шрам-то и шрам потом. Далее у моего отца были проблемы, у него был псориаз, были проблемы с сердцем. Но тем не менее он прожил довольно-таки долго, за 80 лет. И вот наконец-таки я, у меня, значит, что возникло? У меня возникли, вот в детстве возникли, так сказать, фурункулы. Они и у сестры фурункулы были, да и у матери были фурункулы в детстве. Просто об этом как-то не принято говорить, никто не говорит, что было. То есть, есть такое еще понятие дурная кровь или испорченная кровь. То есть кровь, в которой находится гнонеродная инфекция. И, допустим, раз там в полгода, в год, выскакивают там череки, бывает так. Они могут быть реже, они могут быть чаще. И тут я, значит, просматриваю про любимого, всеми нами любимого Андрея Миронова в фильме «Воспоминания». И там рассказывается, что он очень был болен, очень был болен. Я думаю, чем? Чем он болен? Вот что вся эта ему легкость, как он танцевал, как он играл, все это проходило через боль. Оказывается, у него с детства был фурункулез, который прогрессировал. И это можете набрать в интернете, в фильмы про Андрея Миронова, их там много. И сами посмотреть, я не буду там ссылаться, что-то там приводить, выдержки из этих фильмов. И один его хороший знакомый рассказывает, что настолько фурункулез его мучил, особенно там где-то они снимались в Таганроге, говорит, горячей воды там не было, приходилось мыться, нагревать эту воду, а он был сильнейший, то есть обострение было. Вот, естественно, я так понимаю, что использовались там антибиотики и другие там средства. Далее он обратился, естественно, в больницу. Значит, что сделали медики? Опять-таки там пишется, что это геройский поступок Андрея Миронова, это под общим наркозом ему удалили лимфоузлы. Насколько я понял, это где-то паховые лимфоузлы были удалены. И вы можете обратить внимание на то, что вот фильмы до определенного времени, где-то там последний фильм, по-моему, человек с бульвара Капуцинов, и потом какое-то там неоконченное путешествие или еще что-то там такое. Что он резко изменился. У него резко изменилось лицо. То есть это произошло как раз после того, как ему удалили эти лимфоузлы. Но. Вот что такое но? Если у человека фурункулез, это говорит о том, что гноеродная инфекция, вот эти вот там разного рода эти все эти бактерии, стафилококики как там, они уже по всему организму просто распределились. Они уже там, то есть весь организм заражен. Зачем удалять лимфоузлы, которые воспаляются, естественно, начинается там выделение вот этого содержимого, то есть фурункул возникает. Создается мнение для того, чтобы как бы сказать, вот там инфекция, мы удалим и все. Нет. Лимфатические узлы уже воспалились из-за того, что они не могут справляться со своими обязанностями. И тут надо совершенно иные средства искать. А простое удаление, плюс вот эти антибиотики, если они применяются, они просто-напросто делают эти бактерии еще более устойчивы против антибиотиков. Их уже не возьмешь, понимаете? Вот. И, естественно, в 47 лет он умер. И там есть два очень интересных интервью. Львона Аганесяна, насколько я так могу правильно сказать, пианист наш знаменитый, он большой друг Андрея Миронова, и он рассказывает, что, говорит, это у них наследственное. У них болел дедушка, но он прожил за 80 лет. У них болел папа, который прожил уже где-то со 70 лет. И, наконец-таки, вот Андрей Миронов 47 лет. Далее, дочь Миронова, она также говорит, да, вот такая проблема есть, это у нас наследственное. Это наследственное, значит, вот. Ну, тут такое есть, мы там с ней боремся. Да, и самое дальше идет интересное. Он умер, как они сказали, от аневризмы какой-то артерии или сосуда в головном мозге. И как раз дочь ему говорит, да, сейчас эту операцию, опа, там за 20 тысяч, там что-то, долларов или евро, на раз делают, там, в Германии или еще где-то. То есть все это отработано, маленькая дырочка, ничего не было. То есть это не понимает, что это следствие того, что вот эта вот гноеродная инфекция, помимо фурункулеза, который приводит через вас, она уже там все, стеночки сосудов, все, то есть она действует многопланово на организм. Она его ослабляет, она его портит, и не поймешь уже где что случится. Поэтому тут не надо думать, что вот, как бы сказать, аневолизм мы вот это вылечили, там, убрали бы, и все нормально дальше пошло. Нет. Тут надо действовать глобально, а именно очистить организм от гноеродной инфекции, которая передается по наследству. И ведет к тому, что дедушки повребче были, отцы более-менее, а внуки уже и правнуки, все слабее, слабее, и там какие-то заболевания возникают, что даже у человека не увязывается, что это она действует, гноеродная инфекция. Как же в этом случае поступать? И вот обратимся к другим знаниям. То есть медицина здесь расписалась в полном неумении. 47 лет человека нету. Они его лечили? Они его лечили. Значит, когда я писал книжку про керосин, то я там привел случай с женщин, которая заболела онкологией. Естественно, уже, знаете, опять-таки, человек всегда первым делом идет к врачам официально, чтобы его лечили. Но после того, как прошло лечение, а результатов нет, остается, значит, одно. Вернее, два выхода. Либо помирать, либо что-то ты сам начинаешь делать, что-то искать. И если человек действительно хочет жить, он цепляется, вспоминает. И вот она вспомнила, что во время войны румынские солдаты использовали керосин для того, чтобы лечиться от каких-то гнойных ран и прочего-прочего. И она стала этот керосинчик...